Ну что же, уважаемые друзья, меня зовут Дмитрий Андреевич, я хочу провести вот этот наш очередной вебинар на тему, как нарисовать красивую комнату в трендмаксе с рейнс, с материалами, с декором, с также до мебель. Короче, от и до, за те самые 90 минут, 60 минут. Естественно, мы используем частично готовые модели, используем, ну не готовые, часть материалов сделаем сами, часть возьмем, что-то сделаем в автокаде, вернее, что-то возьмем из автокада. Уже сделалось. Кстати, как видите, пока я вас ждал, я уже почти все сделал. Вот, вы видите, на экране. Я сейчас сотрую, нарисую заново, мы с вами на этом будем заканчивать. Итак, уважаемые друзья, с чего же мы с вами начинаем строить проект комнаты или квартиры? Естественно, с планировки. Если ее нет, вообще никакой. Но можно накидать в трендмаксике с помощью прямоугольничек. И потом обчертить линии. Но она у нас есть. Я хочу сделать комнату в классическом стиле, спальню, с остальным шкафом, там, всякими делами красивыми. И для этого у меня есть план нарисованного автокаде с экспликацией стены. Ну, такой, простой. Но прежде, чем переносить его в макс, нужно проверить в максе, и это очень важно, единицы измерения. Итак, с чего мы начинаем работать? Проверяем единицы измерения. Это раз. То есть юниты. Какие единицы должны стоять? Ну, здесь, собственно говоря, никакие, то есть generic units. А вот в систем юнитах должны стоять сантиметры. Ну, кому как, я в сантиметрах работаю. В автокаде могут при этом быть миллиметры, там, микроны, все, что хотите. Все это отлично переводится одно в другое. Также желательно проверить так называемую гамму, но в последних версиях макс, она всегда включена 2.2, с ней все в порядке. Поэтому здесь так чистый спортивный интерес я залезу. Теперь импортируем чертеж. Файл, импорт, импорт. Вот. Находим нашу сегодняшнюю рабочую папочку, как-то я там назвал. И вот он, собственно говоря, интерьер автокадский план. Из автокада все импортируется в макс очень легко. Ничего менять нигде не надо. Единственное, поставить галку rescale и указать единицы, в которых вычертили план в автокаде. То есть не в 3дмаксе что-то делали, а в 3дмаксе так называемые единицы, а именно в автокаде. Но обычно все делают в миллиметрах, у меня же начерчено, и в автокаде тоже в сантиметрах. Вот такая вот привычка, возможно, скверная. Тем не менее. Я ставлю сантиметр, жмоки. И получаю вот такой планчик. Давайте я его перекрашиваю в какой-нибудь более такой цвет, считаемый. Например, вот. Что мы здесь видим? Это, собственно, сам план. То есть вот у нас комната, здесь окно, здесь шкаф, дверь, две ниши, телевизор, кровать. Два столика. На них настольные лампы. Здесь лучка. Вот это вот экспликация стены. Это, собственно говоря, вот эта стена. Как видите, такие классические фасады. По центру здесь или квартира, или панно, что-то такое. Ну, а это вот обратная стена, вот эта. Здесь тоже фасадики такие же, ниши с полочками, телевизор. Но эту стену мы с вами видеть не будем, поэтому делать тоже я сейчас не стану. Но начнем выносить ясность в положение чертежей. Я постираю всякую ерунду, которая там назначала зеркала, например. Вот. Ну, подушечки тоже могу стирать, если не особо нужны. То есть всякие такие неважные детальки можно сносить, ввиду того, что они просто не нужны. А вот что очень важно, это необходимость развернуть некоторые детали чертежей вертикальной плоскости. Мы сейчас их разоединим к командой detach. То есть я включу выделение сплайнов, выделю вот эти сплайны, сделаю им detach, чтобы они отсоединились. Ну, команда обратная attach, собственно. Здесь тоже detach. Отлично. Так, и здесь все у нас хорошо. Вот это у нас будет главный план. О, лучше было затачить. На группировках-то часто она среагировала. Просто гнил, ладно бывает. А это у нас, собственно, фасады. Сейчас мы их развернем в команды поворот. Дядя, а вы не могли бы сказать, чтобы у меня это все было на экране? У меня это нет на экране. Ну, у вас не будет на экране, у вас будет экран проектора моего. А просто зрение плохое. Никаке нельзя зашить. Сейчас не могу. Ну, сейчас попробую включить трансляцию, если хотите. Не уверен, что это быстро получится. Но, одну секундочку. Если это получится сделать быстро, то, возможно, я и смогу это сделать. У меня сейчас просто не готова система к трансляции на ваши экраны. Поэтому... Вот, что получилось вроде. Пошла картинка? Да. Ну, хорошо. У меня просто из-за этого мой экран накрылся второй. Ну, ладно, будем считать. Ничего страшного пока. Итак, как видите, я вот эти стеночки хочу развернуть. Давайте в перспективе это сделаю, чтобы было понятнее. То есть мне, конечно, нужно, чтобы вот эти стены стояли как-то вот так. Вот, все. Хорошо. Также, видя сбоку, их надо подровнять по высоте. Я использую команду выравниваем по сей день. Минимум, максимум, все отлично. Ну, и в виде сверху тоже их можно при желании прижать так к стенам, чтобы они оказались как бы на своем месте условно. Нельзя. Вот так вот. И получается такая вот сборочка, которая отлично показывает нам, с какой стороны, какие детали должны быть. Но вот эти стены не могут находиться и где-то извне. Это не важно. Главное, чтобы они по высоте совпадали с плоскостью. Потому что потом, если будет расхождение, придется строить все, это не очень удобно. Все славно. Можно их сгруппировать воедино. Потом все равно придется прятать их по отдельности. Ничего страшного. Так. Теперь начинаем строить стену. Вот второй этап. Это уже, собственно, для построения стен. Берем команду линии. Самый простой вариант. Включаем двухсплойномерную привязку. Проверим, что к вертексу. И прямо вот так вот по точкам отстраиваем сначала внешнюю линию стен. Вот так. Потом также отстраиваем внутреннюю линию. Здесь у нас оконный проем. Его врезать надо будет. Здесь ниши, они тоже врезаются. Ниши под телевизор, естественно. О, да, да, все правильно. Кстати говоря, нет, неправильно. Правильно вот так. Вот здесь все замыкается. И еще один объем. Тут у нас получается. Это тоже небольшое помещение. Тип шкаф. Шкаф на комнате. Соединяем между собой все эти линии команды attach. Хотя, если подумать, вот эта линия нам пригодится еще и виде копий, потому что из нее придется делать пол и потолок. Да, кстати, замечу, дорогие друзья, все, что я сейчас показываю, потом будет выложено на YouTube. Вы сможете записи посмотреть. Вот. Вот эта вот линия мне пригодится еще и виде копий. Видать, я прямо сейчас сделаю копию с нее. Снизу будет валяться. Из нее потом пол сделаю. Если, кстати говоря, во время работы мешаются сами чертежи, их можно заморозить. То есть нажав правой кнопкой сделать Object Properties, убрать Show Frozen, поставить Freeze, нажать ОК. Теперь они заморожены. То есть мышки к чертежам попасть впереди невозможно. Вот. Оттачим, соединяем все наши детальки, которые мы только что начертили. Делаем экструд. Высота стен. Ну, давайте поставим 3 метра. Высокие стены. Ну, кстати говоря, вижу, что по чертежу, да, 3 метра, правильно? Славно. Теперь нам будет очень неудобно то, что чертеж совпадает по цвету со стенами. Поэтому я все-таки анфризмой его и сделал другого цвета какого-нибудь, чтобы он визуально от стены отличался, чтобы было видно, где чертеж и где стены. Видно, допустим. Отлично. Теперь оконный проем, дверной проем. Все вот эти вот внутренние объемы в стенах, их нужно, естественно, вычесть. Вот. Но сначала нужно нарисовать болванки. Вот я рисую одну болванку. Это обычный бокс. Его высота я пока не знаю какая, но какая-то мне, естественно, там есть. Можно сделать его толще, толще, не важно. Если с привязкой нарисованным и точно по размеру сторонам. Отлично. Если без привязки, тогда лучше сделать немножко больше, чтобы гарантирован стены пробега. В виде сбоку он у нас идет на высоте 90 сантиметров от пола. Высоту можно вот так вот задать. Просто вбив 90 в поле задать. Ну и по высоте он доходит до верхней линии декора. Насколько я помню, это что-то типа 285. Как-то так. О, естественно, 180. 190. Да, точно. Вот такой вот. Такой вот очень высокий. Или вот так сделаю. Будет здорово. Давайте сделаем 190. Как раз у с этой линии находились. Если есть сомнения, то можно отстроить просто линию вот отсюда с этой точки и проверить. Видно, что все-таки немножечко, немножечко не сравнивается. Ну, можно сделать поменьше. Хотя правильный размер будет 190. Мне так кажется. С этой стороны у нас дверь. Ну, дверь у нас имеется до стандартного размера, поэтому можно особо на это тело не волновать. Здесь высота у нее 210 будет. А вот проем под стеной шкаф. Здесь все сложнее. Пожалуй, даже не черчу, заново быстрее будет. Вот у нас проем под стеной шкаф получается. Высотой он такой же, как и дверь. То есть идет вот под эту линию. Я даже думаю под внутреннюю. Потому что у него должен быть свой декор. И его декор должен начинаться здесь же. То есть это что-то типа 285 или 275. Да. Ну и, кстати, для кнутри тоже будут неплохо подорваться. Чтобы они напротив друг друга встали хорошо. Вот так. Все, теперь супер. Эти болванки пока я, как видите, не стал вычитать. Они прохлаждаются на своих местах. Ну, традиционные обычные трехмерчики в Терри сделают немножечко толще, чем стена. Потому что если они ровно со стеной совпадают, как вы сейчас видите, они могут из нее нормально не вывезти. Особенно если вы их рисовали не с привязкой, а на глазок. И еще несколько ниш, выемок. Они идут у нас по вот этому раскладу. Здесь я пока спрячу вот этот чертеж. Это, соответственно, останется. И на нем прекрасно видно, вот они, ниши. Вот она, большая ниша под телевизором. Ну и, значит, можно их вывезти. Только сначала начертить боксики. Вот один боксик. Его размер пока непонятный какой. Вот второй боксик. И теперь можно первое скопировать сюда. Как инстанс. Мне нравится идея с инстансом, потому что это что? И у них длину толщиной знака будет. Так, ну и где эти замечательные боксики, во всяком смысле? Почему я их не вижу? Потому что они лежат далеко от помещения. Надо было его отцентровать под нулевую точку. Но это еще в принципе. Хорошо видно в проекции топ, что вот, собственно говоря, их положение здесь. Ну, а то положение здесь. Ну, что же. Вся компания в сбор. Теперь можно вырезать. Возьмем стены. Используем старую добрую команду ProBullion. StartPicking. И укажем каждую из балронов. Готово. Вот с двери только одна печаль. Давайте я отменю последние два вычитания. Дверь я передумал вычитать вот так. Поскольку у меня не будет помещения здесь, а я буду освещать все это дело солнцем и небом. То, чтобы небо не светило сквозь дверной проем, я дверь немножечко не довычиту. Вот так вот я ее ставлю. Тончанше, не в рамках останется. Вот, все, давайте теперь я, наконец, все это вычитаю. И если приглядеться, чем Boolean немножечко расстраивает, он обожает устраивать глюки со сглаживанием. То есть там где-то может получиться так, что одна из плоскостей покроется такими затяжками, как вот здесь мы видим, скажем, вот в этом углу. Какое потемнение странное. Лучше всегда применяется модификатор Smooth. Он отключает группы сглаживания, тем самым решает эту проблему на корне. Сейчас, я говорю, видно. Вот он, видите? Срабатывает. Убирая какие-то ненужные затемнения на плоскостях. Все, слабенько. Вот. Теперь, пока у нас нет лишних деталей, давайте сделаем пол под плита пола. Экструд, допустим, на 20 сантиметров. Потолок повременим делать, он нам будет мешаться, он придет спрятаться, черенять все. Зовем все лучшее декором. В этом помещении довольно много декора. По границам ниш, по раскладу вот на этой стене над кроватью идут красивые профили. Идет потолочный карниз, плинтус. Вокруг двери и вокруг шкафного дверного проема тоже вот эти все элементы. Нам нужны, во-первых, профили. Во-вторых, пути для построения. Ну, займемся сначала путями для построения. Взяв команду Line, я прям по-живому прочерчиваю путь для построения плинтуса. Он начинается где-то вот здесь, плинтус у нас. И идет вдоль стены. Здесь снизу от окна. Здесь насквозь. До двери. Естественно, дверь он должен прерваться. Пока я не буду прерваться, просто точки проставлю. Все, до сюда вот ходит. Ну, а теперь я включу сегмент и удалю сегмент у двери. С плинтусом довольно сложно сейчас понимать, что произошло, потому что его не очень хорошо видно. Но если я сдвину, вот видно, хорошо стало. То есть это путь, который прервается там, где у меня дверь. С карнизом. Давайте назову плинтус прям так вот. С карнизом ситуация. Похоже. Я тоже беру команду Line, прочерчиваю карниз. Карниз от плинтуса отличается чем? Ну, естественно, он не прервается на дверях. Плюс он вот здесь вот проходит сквозь нишу, закрывая ее от любопытных взглядов. То есть у нас занавеска будет внутри ниши. То есть вот прямо так он проходит. И здесь прямо замыкается посквозь. Вот. Можно сразу поставить путь для карниза под потолок. Даже подровнять его автоматически командой выравнивания Y. Максимум, максимум. Вот он. Стоит идеально. Чего еще? Не хватает путей сложных, которые будут по вот этому раскладу. Давайте я спрячу вот эту стену. Шертежи, эту оставлю. И можно даже спрятаться пока все остальное. По этому раскладу команды прямоугольник. Я рисую прямоугольники. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Старайтесь рисовать в одном направлении. То есть вот таким движением. Чтобы у них первая точка у всех одинаковая шла. Можно их даже соединить командой оттач. Только давайте эту штуку спрячем, чтобы случайно не оттачивать ее. Convert to editable spline, оттач. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то там, сдается мне, вот этого не будет у нас элемента. Потому что тут кровать находится. Ничего страшного. Готово. Эти пути готовы. Их будет два набора. Но пока пускай будет один вот этой стены. Можно подровнять точно. Можно на глаз поставить. На глаз подойдет. Так, ну и что осталось? Здесь пути есть, здесь пути есть. Нет путей только по двум вот этим двум проемам. Чтобы их построить. Скучновато этот этап, конечно, куда делаться. Берем обычный прямоугольник. И вот я построю один прямоугольник вот так. Надеюсь, я угадал. Да, угадал. В тот период прошел. И второй вот так. Опять давайте я спрячу стену. Возьму два этих прямоугольника. Придел лидит сплайн. Оттачу второму. И у них не должно быть снизу вот этих полосочек. Где они находятся у нас территориально? Вот мне надоело, что объекты появляются в километрах интерьера. Давайте-ка я это исправлю, пока не поздно. Вот она сетка базовая. Надо бы взять интерьер. И без затей передвинуться в середину сетки. Тогда все объекты будут появляться там, где лектор проверит сплайн. Так, ну а что у нас с этими элементами? Ну, естественно, они уехали сейчас погулять. Но с привязкой их легко посадить. Я включаю привязку, с привязкой ставлю. Так, этот этап пройден. Чтобы не утомлять вас, я начертил уже несколько сечений. Сейчас я их импортирую сюда. Но одно нарисую. Итак, я нажимаю импорт мердж. У меня, как правило, есть куча готовых сечений классических из других интерьеров. Поэтому вместо того, чтобы чертить их каждый раз, у них проще мерджить из проекта в проект. Вот, мне даже когда не лень, я их собираю в файлик, что лежало сечение штук 20. Потому что всякие плинтусы и карнизы довольно сложно рисовать. Я имею в виду сечение красивое. Ну, вот я несколько сечений здесь сбросил себе из моих подборчиков. Вот. Где они? Вот они. Вот такие вот три сечения. Могут находиться где угодно. Это у нас что? Это у нас карниз потолочный, декоративная панель, молдинг. Еще одна панель вокруг двери. И вот плинтуса не хватает. А плинтус у меня высокий. Где, ну, где-то 8,5 на 1,5 сантиметра. С вот такой вот деталькой. Ну, или, может, там, вот такой какой-нибудь. А как строить сечение в Максе сразу точное? Ну, что, берем прямоугольник и задаем ему нужные размеры. То есть, где-нибудь там 8,5 на 1,5. Уважаемые бинаристы, дайте мне знать, у вас там все хорошо. Слышно, мне видно, все в порядке. Отлично. Итак, задали размеры. Вот они. Зачем размеры задавать? Ну, блин, елки-палки. Макс до сих пор не научился точно чертить. Но и никогда не научится, так сказать. Потому что компания в детстве еще и в таком продает. Вот. Поэтому все размеры вводим вот так вот. А дальше вооружившись командой линия. Просто внутри. С привязкой, без привязки, как хотите. Вот так в Черчилле нужно сечение. Я думаю, оно у меня будет вот такое. Создал я это сечение. Осталось только закруглить его красиво. Здесь сделаю безе. И здесь, наверное, тоже сделаю безе с обратным изгибом. Чтобы к этой точке пришло, как изящно. Ну, вот такой плитисочек вполне себе. Только, насколько я вижу, должна часть выступать наружу. Значит, здесь слишком. Вот почему я люблю брать библиотечные свечения вот эти все. Потому что все-таки они не так просты, как кажется. С этим изгибом можно очень долго ломать голову. Но, с другой стороны, видно, что его не особо будет. Поэтому, учитывая наш бюджет в 90 минут, по времени я, пожалуй, закруглюсь с этим. Вот теперь все сечение готово. Как мы будем строить сами объекты? Конечно, с помощью модификатора какого? Сы. Есть такой замечательный модификатор у Марса. Как будем строить? Ну, давайте начну с карниза, что ли, потолочного. Вот, выделили путь для карниза. Применили к нему модификатор свит. У меня на YouTube есть отличные видео, это показано, как пользуются всеми этими модификаторами. Ставим Custom Section, нажимаем пик и указываем сечение карнизной. То есть вот это. Оп, готово. Ну, как готово? Не то, что прямо сразу, как готово. Как видите, сел-то оно не очень удачно. Скажите, а Bevel Code хуже? Хуже. Не буду сейчас обсуждать это вопрос, просто хуже все. Итак, применил я модификатор свит. Теперь я у него ставлю точку выравнивания нужного. Это как посмотреть? Ну, допустим, здесь хорошо видно. Вот как у нас стена идет, и вот как плинт с потолочной к ней выравнивается. И сейчас он должен вот так вот идти. Может, и наугад просто протыкать эти вот четыре точки, одна из них вам подойдет. Угу, угадал с первого раза. Отключим сглаживание вдоль пути, чтобы сглаживание нам не морочило голову. Это называется Smooth Pass. Вот все, отлично получилось. Пока что я не могу заглянуть адекватно внутрь, но ничего страшного. Уверен, там все хорошо. Следующее сечение – это плинтус. Где там путь для плинтуса? Вот он попался. Нет, он не попался. А теперь? Теперь не попался. А теперь? Теперь не попался. А теперь попался. Ну, как вариант, можно на секунду нажать Shift G на клавиатуре, и все трехмерные объекты исчезают. И вы сможете спокойно выделять любые плоские. И снова Shift G, трехмерные объекты. Очень забавно, когда человек случайно нажимает, и удивляется, куда объекты делятся. Давайте я к этому пути тоже применю Sweep. Пик. Укажу сечение плинтуса, мы уже нарисуем. Вот оно. Как там он себя повел? Провалился под землю. Бывает. Значит, выравниваем по той точке. Вот я, по которой. Обратите внимание, чем хорош Sweep. Он строится прямо сквозь проемы. Здесь, правда, потом будут специальные накладочки в виде боксиков. Потому что там, где сечение стыкуется, обычно декоративные элементы специально пришли. Ну, это вот. Так, и осталось не так много. Вот эти все рамочки нужно сделать. Декор. Вот они. Давайте я выделю вот эти вот панно на стене. К ним приделаю Sweep. Sweep можно применять сразу к нескольким путям. Это очень удобно. Пик. Указываем вот этот вот элемент. Готово. Вопрос только по внутреннему они пошли или по внешнему. Это важно. Так будет внутренний, так будет внешний. У нас. Ну-ка, посмотрим план. Вот так неправильно. Вот так правильно. Да, все отлично. Как миленькие сидят. А что по сопряжению со стеной? Из-за карнизу уже не очень понятно, что в сопряжении. Карниз спрятали, посмотрели. По сопряжению все отлично. То, что доктор прописал. Вот, и теперь остались вот эти профилечки. В классике это такой кошмар. Пока ты профиль нарисуешь, уже посидеешь. Sweep. Кастом пик. Слава тебе богу, это последний. Вот такой красивый будет за это у нас. Ну-ка. Провалился в стену. Меняем выравнивание. О, какое мило. Еще и будет расти на завернуться. То есть даже если я поменяю выравнивание на правильное, это вот такое, да. Он все равно будет к нам обратной стороной. Есть такие опции, называются мира. Перевернуть зеркаль. Прямо здесь. Ставим подходящий. Это не подходящий, а это подходящий. Ну да. Кстати говоря, обе поставить надо. Вот теперь совсем хорошо. Ну и чтобы закончить этот вопрос. Вот тут, друзья мои, где идет пересечение плинтуса и вот этих вот вставочек вертикальных, должны быть такие маленькие элементы зеркаль. Соответственно, их придется нарисовать. Самые обычные боксики. Можно модные чайфер-боксики. Чтобы чуть-чуть была фасочка спилена. Вот такой вот он боксик весь из себя. Аккуратность здесь, к сожалению, не пахнет. Но я думаю, непростец. С одним миллиметром филеночкой. Можно даже побольше сделать. А что у нас по глубине? По глубине вот так. Чуть-чуть больше толщина ему нужна, потому что на него должна опираться эта деталь. То есть где-то, наверное, 2,5 сантиметра. Вот он сейчас выступает наружу. Все супер. Не очень массивный. Но вообще-то, может быть, и поменьше. Да. Вот это ему последнее на пользу. Я не пошел. Вот. И таких нам нужно 4 штуки. Здесь нужен такой? Инстанс. Здесь. Здесь. Шкарм. Для красоты можно еще вертикальные вот эти вот элементы. Ну, для большей ясности. Включить вертекс и их, вернее, обрезать вот до суда. Чтобы они насквозь не уходили. Ну, принципе, я же подрезать его не стану. Он по-любому там никак не провалится. Так. Все эти элементы готовы. Декоративные. Уже скоро можно потолком заняться будет. Ну, я бы, пожалуй, до потолка решил вопрос с окнами и с дверью. Естественно, все это берется готовое. Ну, тут не проблема в интернете найти кучу готовых окон и дверей. Проблема не найти. Проблема подогнать, чтобы они совпали с вашими желаниями. И окно, и дверь у меня сложные варианты. Я делаю импорт мерч. Беру окно. Ну, значит, там деталька. Окей. Загруппирую-ка я вот сразу. Так. Что она сейчас представляет? Это такая деревянная мощная штука. Которую мы повернем и вставим в оконный проем. Ну, здесь, конечно, свезло. Свезло. То, что оно действительно по размерам практически подходит. Хочется прямо подогнать, чтобы филюночки сидели. А что по той стороне? Ну, по той немножко не подходит. Значит, чем масштабировать? Лучше применить модификатор EditMesh. И подвинуть точки. Допустим, в этой части. С масштабированием замучиться. А что по вертикали? Интересно. Неужели по вертикали свезло? Ну, видно, что по вертикали нет. Не настолько все хорошо. Притом, друзья мои, я вижу, что по вертикали приличного куска не хватает. И что я понимаю? Да, я приделал EditMesh. Да, я могу взять вот так точки и поднять их. Что, в общем-то, я не хочу сделать. Но только теперь, подняв точки наверх и подогнав окно под размерность, другая беда. Вот эти вот расклады, у них теперь не одинаковый шаг. Как бы нам вопрос решиться? Я нарисую прямоугольник, можно с привязкой. И прикину его размер. Вот он, размер 157. 157 поделить на 3. 52. Меняю размер на 52. Вот линии, по которым должен пройти расклад. Поскольку у меня EditMesh, я включаю 5 точки. Беру точки вот эти, поднимаю вот так вот. Беру точки вот эти, поднимаю вот так вот. Ну вот теперь всем досталось заслуженный размер. Так, материал окна потом подредактируем. Наверняка там есть что поправить. Подоконничек вот не повредил бы, кстати. Подоконничек не повредил бы прямо сейчас. Давайте займемся этим вопросом. Я нажимаю rectangle. Нет, не rectangle, лучше не rectangle. Мне нужен chaffer box. Вот он идет от края окна, собственно, отсюда. Можно из-под окна. И вот до сюда. Ну, пока. Толщина подоконника такая солидная, сантиметра, я думаю, 4. Вот уголки немножко запрямленные. Ну, где-то на полсантиметра, может, максимум. И подоконник у нас идет вот так. Он подходит к окну. По размеру он должен быть по границе ниши вот этой вот. Может, даже немножко свист. Можно переделать модификатор edit mesh, чтобы сейчас уже размеры не менять. Он же посажен. И по точкам его выдвинуть насколько надо. Ну, скажем так. Там просто еще радиатор под ним должен быть, соответственно. Ну, да. Можно было в топе выдвинуть, сразу было понятно, что вот на границе по логике вещей. Этот карниз как раз под ним он должен подправляться. Вот и здесь все отлично. И последняя деталька, после которой можно будет прерваться немножко в плане модели, или перейти к визуальной части. Это дверь. Ну-ка. Дверь стоит из двух деталей. Это дверь и ее рама. Ну, она уже крашеная. Есть сомнения насчет материала дверной ручки, но вроде не ничего, нормально. Сделаю я копию этой двери. Копию не instance. Чай instance не требует, потому что они разные должны быть. Сгруппировала. Развернул. Кстати, насколько я понимаю, дверь открывается в ту комнату. Вот она у меня. Вот она идет. А здесь не так стоит. Не там стоит. Да. Вот она петля. Петля должна стоять здесь. Ладно, исполнил команду зеркала. Сразу по двум осям на 1-3 сингинг. Без галочки копии, естественно, просто отзапкается. И, дорогие друзья, опять, когда вы ставите дверь, не пытайтесь ее масштабировать, идея так себе очень. То есть вы просто ставите ее в краю, но не важно, насколько может быть так. И применяйте модификатор EditMesh прямо с группированным объектом. Включаете вертекс, и вот она. EditMesh спокойно точки редактируется. Почему не масштаб? Ну, масштаб он изгадит все соотношения сторон, там, всякие кружочки, все это на есть. По вертикали, ну, немножко не хватило, ладно, не страшно, сейчас мы ее подгоним. Так, теперь что со второй дверью. Вот здесь, это шкаф-купе, там две дверки, одна под другую закрой. Давайте, для начала, вот в этой скопированной двери я удалю раму, она не нужна, а с самой дверкой выделю петли и тоже удалю. И ручку дверную тоже удалю, а заши мне ручку-то, ну, не нужна. О, слава богу, под нее дырки здесь спячки, чтобы зашивать дверку. Ну, ага, а это что? Это тоже не было. Ну, ее бы видно не было, но все равно не было. Так. По посадке это примерно вот так. Эта дверь у нас будет внешняя, которая по внешнему рельсу едет. Самого рельса мы не видим, потому что не линия рисована. И примерно вот так она стоит. По размеру. А по высоте, по высоте, ну, что тут сказать. По высоте она должна быть явно выше. Потому что именно эту часть надо растянуть. Когда ты управляешь вертоксами, это очень удобно делать. Главное не забывать применять этот меш и под него спокойно все это делать. Вот она встала. То, что доктор написал. Делаем копию. А лучше instance. Здесь уже instance самая, потому что они же... Вот здесь они должны зайти одна под другую. Ну, вообще-то, конечно, двери шкафа в купе на чуть другой конфигурации. Это видно не будет никак, поэтому будем считать, что вполне вменяемый вариант. Ну, в общем-то, и все. Этот этап закрыт. Теперь мы можем сделать потолок. Без затей. Пол копируем наверх. Что там будет? Здесь нету многоуровных потолков, поэтому можно одним этапом обойтись. Y минимум, максимум. Окей. Ну и ставим в съемочный конкурент. Потому что вот на этом этапе надо сейчас будет мебель тащить туда, естественно. Но в целом почти все. Хотя нет, не все, не все, не все. Со светом еще лучше подождать. Я вот вижу... А, вот здесь не хватает детальки. Ну, без нее некрасиво. Потому что сбивается ряд вот этот. Вот тут не хватает. Давайте уж с этим закончим. Вот на этой стене декор. Он по стене вырублен отлично. Я его копирую. Mirror Y. Копия. Окей. На ту стену. Давайте я пока поснимаю все там плинтуса, карнизы, чтобы они просто не мешались. Потому что они так немножечко визуально напрягают. Вот. Сюда он встал. Ну, как видите, прямо строго в чертеж пришел, куда я должен был прийти. Теперь на этой стене, получается... Здесь все ниши есть, а на этой стене вот это я не должен что-то скрывать. Здесь бессмысленно профиль вставить. Я просто включу сплайн и выделю сплайн и делит им с этим. Очень удобно, как этот свит применил сразу к местным сечениям. Спокойно, говорит, все очень. Так. Здесь. Мелочевочка, да. Забыл. Забыл. Чтобы красиво ее вчертить, придется немножечко с разметки повозиться. Я отключил свит. И дальше черчу линии. Так. Так. Сколько там у нас отступов, института, я не знаю. Не помню. Ну ладно. То есть внешние точки я вижу, конечно, вот они. А вот с этой точкой у меня возникает сомнение. Не знаю. Не знаю. Наверняка потом это выйдет боком. Но пока вот так. Постираю все разметки. Не очень аккуратно сделал. Не скажу, что сильно горжусь этим, но жалко время. И надо выравнивать их в одну плоскость, что они в разных плоскостях. Должны быть в одной. XY. Нет. Зачем XY? Только X. Команда выравнивания очень удобна. В таких случаях. Просто дотачим его и все. А можно что-нибудь с транслятором сделать? Вам зависит. Нет, ничего нельзя с транслятором сделать. Во всяком случае сейчас. Вот. Я извиняюсь, конечно. Заметьте, включив сегменты, я могу просто подвигать сегменты. Очень удобно. Готово. Может, просто переставить поближе. Пусть у вас будет в свободе. Я думаю, что у нас будет. Но я не могу время демонстрации сейчас просто решить. Потом еще этот размер можно подвинуться как-нибудь. Пока отпускаю вот так. Так. Ну и у меня еще одна вещь. Есть для нас из украшательств. Вот по центру вот этой вот декоративной панели будет красивое классическое панно. Есть несколько компаний, которые продают эти панно. И они же свои 3D-модели предлагают в интернете бесплатно скачать. Это вот панно компании. Я не буду называть. Что бы я это не мог? Известный производитель. Такую детальку можно купить настоящую. Вот. Используя масштабирование по 2 масян, чтобы толще его не делать. Я вот так растяну немножко. Можно потолще немножечко сделать свое. Вот примерно здесь, я думаю, на самое место. По ху подровняем, по у. Наверное, вот так. И выровняем его к этой стене. По толщине должно быть примерно, как профиль, может быть чуть-чуть толще. Так думаю, самое место. Ну, если что, потом поменьше сделаем. Толстоват, наверное. Хотя. Ладно. Дальше не будем. Все. Полна коробочка. Начинаем часть визуализации. Мы закончили с базовым, таким довольно скучным построением. Теперь ставится съемочная камера. Камеру берем физическую. Притом в этом помещении я буду встраивать ее прямо сквозь стену. Ставлю ее снизу верт сквозь стену. Выключаю прицел. Где-нибудь порядка 30 мм объектив. Я вообще 35 люблю использовать. У нас здесь помещение уж больно хочется широко показаться. Я бы, может, 20 с чем-то сделал. Но слишком сильно, скажем. О, 30 мм. Так, что там по высоте? Где мой pivot point? Ладно. Верните pivot. Как-то вот так, наверное. И надо включить эту режущую плоскость. Вот режущая плоскость. Она позволяет сквозь стену нагло посмотреть. Где-то вот здесь есть самое место. После всех вот этих вот плентусочков. Ну-ка, что камера видит? Плошное место. Включим режим, конечно, нереалистик, а шейдер. В реалистике она ничего не видит. И поставим ее повыше. Вот, в самый раз. Ну, я думаю, вот это неплохой вид. Такой вполне себе живой. И зрители понятны. Насчет экспозиции. Я буду использовать физическую модель света с солнцем. Значит, экспозиция нужна. Стандартный вариант для интерьера десятка. Я ставлю экспозицию 10 единиц. Это уровень яркости, который камера получит при съемке. Отлично. Чем бы ни рендерили, V-Ray, MentalRay, это вот подойдет. Ну, для короны можно вообще не ставить. Выключить экспозицию. Вообще у короны стоит экспозиция. Может использоваться. А может и использоваться. Так. Что дальше? Теперь самое время настроить рендер. Production, V-Ray. ActiveShade, V-Ray Acta. Сразу на все эти галочки подбираем. Так. Ну, V-Ray пока даже настраивать не обязательно. Он сейчас работает в режиме по умолчанию. Единственное, что, может быть, я чуть засвет снижу в Color Mapping и поставлю 0.75. Чтобы он сразу не так сильно пересвечивал. Берновейли. Не обязательно. Можно обязательно. Если я нажму рендер, будет черная картинка. По одной простой причине. Нет света. Никакого. Последнее поколение V-Ray, которое 2, ой, извините, конечно, 3.4. Точка, что-то там. У него по умолчанию отключен свет. Если не поставил ни одного светильника, но включил глобул ее. Так что свет надо делать. Такой свет мы делаем. Вераевское солнце. Вераевское. Рисую его как-нибудь вот так через окно. Отвечаю. Да. Готово. Поднимаю повыше. Что теперь? Теперь солнце замечательно. Вот так светит. Ну, материалы, конечно, так светят. Пока что. Пока что. Я хотел бы заняться материалом. Со светом мы еще спринем продолжить. Хотя давайте доделаем его до конца. Хотя бы чуть-чуть. Чтобы пришло такое работать. Солнцу потом придется выполнить некоторые перенастройки. Но сейчас из-за отсутствия материалов мы не можем его адекватно оценивать. Поэтому единственное, что я сделаю, я нарисую еще один светильник по размеру окна. Это прямоугольный светильник. Я его делаю по размеру окна. И вот так вписываю внутрь интерьера стрелочкой. Это будет портал. Зачем он нужен? Солнце создает солнечный свет потока. А портал создает поток дневного света. Настраивается он весьма своеобразно. Все, что нужно у портала, это поставить галочку Skylight портал и галку Simple упрощенность. Все. Никаких больше настроек не у нас. Он уже дает теперь в окно отличный поток света. Ну, вот сейчас и портал, и солнце, они замечательно освещают помещение. Но мы... Ну, давайте займемся теперь уже материалами. С солнцем. Чуть-чуть потом доведем дома. Еще немного деталей нужно. Открываю я редактор материалов продвинутых красивых. Буду им пользоваться. Возьму виреевские материалы. Сразу сделаю несколько копий по-любому перегонится. Эта закладка будет называться room, комната. Ну, вот первый материал, это будет потолок. Могу по-русски прямо их называть. Могу по-английски. Нет, по-фокусе забрал. Вот, он будет у меня вообще белый, такой абсолютно белый практически. И с высоким раутом, с 1.03, чтобы снять мягко ложиться. Ладно, 0.2. Еще один материал будет называться walls. Такой светло-серый, где-нибудь 180 см. Можно чуть-чуть потеплее, но не, не хочу. Лучше бы сказать, что стены будут ровно, нейтральны. Еще один материал будет называться deco. Почти белый. Не такой белый, как потолок, но явно белее стены. Ну, допустим, вот так. Не хочу. Так, поназначать все это. Как бы не назначать. Ну, со стенами ладно, легко. Вот они, стены. С потолком тоже несложно. Вот он потолок. Так, с декором. С декором головная боль посерьезнее, потому что его много. Попробую его выделять. Поскольку я весь декор одним цветом делал, можно схитрить, взять любую детальку и выделить ее через команду, которая называется edit-serving-by-call. Это означает выделить все того же цвета, какому я сейчас покажу. И показать. Edit-serving-by-call, да? И показать по любому объекту. Да. Вот, вы правильно послышали. При этом выделите немножко лишние детали. Я с них выделение скину. Сейчас проверю, что выделено то, что нужно. То, что нужно. Ну, в общем-то, вот, да. И назначу материал декора. И его же назначу, пожалуй, вот на эту панельку. По ножкам. Почему на подоконник не стал? Да, там подоконник не деревянный будет. Но все остальное вроде хорошо. Да, надо сделать материал пола. С полом все серьезно. Пол надо делать. Это будет паркет. Притом серенький такой, модный кенч. С елочки такой. Диффуз битмап. Я подготовил немножко картинок. Вот у меня красивый расклад паркета. Вот такая вот диффузная карта есть. Это не тот цвет. Но карта красивая самая. Пока сделаю вот такой паркет. Так, это вот робитмапочка в диффузе. Карта обязательно на рефлект. Нужна паркет, чтобы он знал, как блестеть. Вот она, рочка. Так. И нужна карта на бамп. Очень слабый, так сказать, бамп. Читаю, вижу, естественно. Очень слабый бамп. Где мы там единиц, ну, максимум 10. 6. Так. Теперь матовость ему нужна. Вот такая. Ну, силу рефлекта поменьше нужно. Он блестит слишком сильно. Я не люблю вот этот эффект, когда паркет как будто водой облит. О, спокойнее пускай будет. Но цвет, да, цвет мне не нравится. То есть вот этот вот диффуз, он неправильный. Поэтому я его обработаю цветокорректором. Правой кнопкой Change. Color Correction. Вот теперь у меня встроен модуль цветокоррекции в эту цепочку. Так. Как будем цветокоррекцию делать? Я хочу поставить где-нибудь, наверное, минус... минус 80. Насыщенность. Яркость RGB каналов, ну, диамет, наверное, 80, может, 75. То есть совсем слабо, чтобы он практически не давал яркости. И гамму очень сильно вниз увести. И что-нибудь типа где-нибудь, наверное, 0.3 или 0.2. Видите, получается, как именно через настройки вот эти вот лучше корректировать яркость. Ну, или через Photoshop. Тоже годный способ. Но сейчас получился вот такой темный-темный материал. Ну, вроде как меня устраняет пока что. Главное, чтобы он не был светлым. И главное, чтобы он не был насыщенным. Можно бледным очень. Можно на 25. Нет. На 2 на 1. Отлично. Тогда будет материал пола. Только блеск еще меньше. Есть такой момент, что чем материал сильнее, тем блестит он сильнее. На тех же значениях. Так, ну что, назначим его на пол. Только сюда пол. И ему, конечно, нужны UV-координаты. Ему нужны UV-координаты. Для этого применим модификатор UVW-метр пол. И сделаем что-нибудь типа, не знаю, 800 на 800. То есть большой очень размер текстурочек. Вот мы можем посмотреть на него вот так. Вот он. Еще одна вещь, которую я хочу поменять. Я хочу соотношение сторон рендеринга изменить. Мне нужно 16 на 9. И я сделаю размер где-то 900. 900 пешевель. Также я включаю в окне камеры обязательно функцию, которая называется Show Safe Frame. Shift и отложить нажал сейчас тихонечко. Она гарантированно показывает то, что камера будет на рендерингу. Воу, смотрите, у меня потолок такой же. Это как же так? Небось я Instant сделал. Ну да, бывает. Так, вернем потолку обратно, материал потолка. Не надо его паркетом заливать. Посмотрим, что получается. Вот, теперь другой. Теперь у нас есть неплохое помещение. Но пока V-Ray работает в дефолтных настройках, это пока еще неинтересно. Пол вроде бы удался. Нужно еще... Немножко пугает за окнами абсолютно белый фон. И вот сейчас можно освещение донастроить. Давайте я сделаю еще более бледный пол. Минус 90 насыщенности. И там дальше уже минус 100, он станет просто серым абсолютно. Вот так вроде неплохо. Так, что с светом? Я люблю солнце. Если уж я использую солнце, а не HDA изображения на таких ситуациях, тогда я делаю так. Диффуз-контрибьюшн 0.5. Это означает, что само солнце светит в два раза слабее. При том, что небо остается таким же ярким. То есть это снижает солнечные засветы. Турбидите, где ему троечка. Турбидите – это, ну, скажем, плотность воздуха, запыленность. Чтобы помягче свет был. Сайз двоечку. Сайз – это размер солнечного диска, влияет на мягкость теней. И так называемый фильтр – это оттенок солнечного света. Но, по идее, в него вмешиваться не надо, но я вот желтого ставлю поменьше. Ну, в смысле, как раз синего я ставлю поменьше, чтобы стало больше желтого. Это вот на самом деле блю, синяя. Но при его уменьшении получается более желтый свет. Вот, чуть-чуть больше желтого, короче. Так, мелочный. Вот. Сейчас что произошло? Свет от солнца стал мягче, он не лекяще. Это не так чувствуется пока, но это так. Вот. И, конечно же, он лучше по лице вот эти вот круги свет. Так он приятно смотрится, все отлично. Вот. Белый засвет за окном. Типа небо такое белое. Что делаем с небом? Ничего не делаем с небом. Вместо этого в редакторе материалов берем новый материал класса V-Ray LightMath, то есть светящийся. Яркость свечения чуть выше единицы. Цвет черный. Так надо. Теперь ставим ему сюда карту Bitmap. И загружаем любое изображение, кто как-то за окном. У нас сейчас зима, я вот такую картинку очень не хочу использовать. Ее-то я и буду видеть за окном. И самой картинке, не материалу, а картинке. Нажимаете лампочку, чтобы ее видно было. Делаем где-нибудь типа, ну, не знаю, какой-нибудь вот такой довольно большой plane. Клеим этот материал на plane. Если лампочку нажали правильно, вы будете видеть картинку прямо на plane. Вопрос, не будет ли он мешать свету? Будет, конечно, что как-то делать. Поэтому нужно подключать кучу галочек. Во-первых, в диалоге Object Properties убрать галки, связанные с тенями, чтобы тени не отбрасывались. И в диалоге V-Ray Properties убрать галочку Visible to grid, то есть виден для глобального света. Все. Так, теперь непростая задача. Дайте окно спрятать, чтобы не мешало пока. И вот так вот я это расположу. Подальше, наверное, лучше. Слишком далеко. Вот мне почему-то хочется, чтобы была вот эта сна-дом видна совершенно. О, нормально. Как считается? Или вот так лучше? Не. Наверное, вот так. И, наверное, этажность повыше надо. Вот думаю, в самый раз будет. Notice. Недостаточно ярко светится. Такое ощущение, что за окном как-то так скучновато. Прибавьтесь просто этого материала интенсивности. То есть не 1,2, скажем, 1,5. 1,8. Это же его сила свечения. Соответственно, это будет именно яркость аренды. Он свет не излучает, но дает ощущение светлого дня за окном. По-хорошему, это как тестится. Это надо просто быстро рендернуть вот эту часть картинки. И общая идея в том, что вот яркость света тут примерно должна совпасть с яркостью света вот тут. Ну, видно, что там темновато что-то. Ой-ой-ой, какой же я... Не, осторожно, но... Я забыл поставить мега-важную галочку. Тут я чувствую, что-то материал подозрительный сайт. Так обязательно галку компенсейт камеры и экспозицию поставить. Эта галка заставляет материал не обращать внимания на экспозицию камеры. Иначе он подчиняется экспозиции очень сильно темнее. Вот теперь другое дело. Теперь фон у меня светлый получился. Еще, пожалуй, посветлее хочу сделать. Так. Во, все отлично. Вот теперь яркость фона у меня устраивает. Засветать ерундачник будет. Вообще, об этом волноваться не стоит. Все отлично. Вызываем обратно все, что спрятали. И чуть-чуть подавляем яркость. С фоном вопрос решен. Так. Подоконник. Ну да. Надо было импортировать мебель. Почему я до сих пор не стал менять цвет окна и цвет подоконника? Он должен связаться вот с тумбочками. Я хочу, чтобы они все были одного цвета. Ну или хотя бы похожего. Они будут разные, будут некрасивые. Давайте я тумбочки импортирую. Вот есть одна тумбочка. Где-то, по всякому случаю. Не, не тумбочка. Это не тумбочка. Это не тумбочка. Вот тумбочка. Вот. Ну и соответственно, их должно быть две. Одна здесь. Попадает в размер? Да, попадает очень больше. И вторая здесь. Как инстанская. Так. Ну и давайте с тумбочки загрузим материал в редактор. Я делаю новую вкладку. Назову ее фурнитура. И скажу редактору, возьми материал с выделенных объектов. Какая угодно штука. Тут у меня материал темного дерева. Ну да, помню. Вот такой у меня оригинальный материал с красивой темной деревяшкой. И вот я цветокорректором ее вывел в более, еще более темную. Получилась там совсем такая темная. Темная. Вот она изначально была вот такая вот. А, нет, я цветокорректором посветлее его сделал. Да, точно. Цветокорректором я настроил. А, нет, все-таки потемнее. Все-таки потемнее. 90 номер 8. И менее насыщен. И вот такой материал венге я и хочу использовать для... Чуть-чуть не видит карт. Сейчас, знаете, переназначу ему карту. Ты там потерял, что ли? Карту рефлектором нужно использовать. И карта банка. Вот, заметил. Может быть, достаточно было пересохранить, конечно. Вот, теперь отлично. Вот именно такой материал я хочу использовать для подоконника. Просто возьму его. То есть вот не главный материал, а вот именно этот. И нажму на значение, когда подоконник выйдет. Все, он на подоконник сел. Думаю, не повредит там UVWM, конечно. Приличного размера. Надо бы, конечно, еще разобраться, куда он развернут. Но это ладно. С окном вопрос сложнее. Давайте новая закладка, Windows. Опять загружу материал с окна. Вот материал с окна, как я и ожидал. Состоит из кучи компонентов. Что это у нас такое? Это у нас что-то типа хрома. Стекла. Сойдет. Это что-то темное. Так, вот это дверная ручка. В смысле оконная. Ну, нет. Ручка будет хромированная, без оттенка. А вот это материал самой рамы. И он вообще с потерянными картами какими-то там. Собственно, он мне не нужен. Я хочу заменить этот материал на тот, который у меня оттенок. Как его заменить? Возьму материал, сделаю change. То есть change материал. Ну, скажу, меняй на один из тех, которые есть в сцене. Теперь надо найти его здесь. Вот он, венге. Окей? Instance. И теперь на окне тот же материал, что я на тумбе. То есть я просто заменил. Сказал только замени не на новый, а тот, который уже имеется вот в этом разуме. Ну, на месте. И все, они теперь одинаковые. Очень модно. Так, здесь должен быть римская штука. И подозреваю, я тоже приду сейчас доработать. Где там она? Вон как. Вот она. Куда-то она ускакала. Ну, никто не обещал, что она появится посередине. Вот она. Висит она как раз вот здесь. Вот ее крепеж, в общем-то, и закрывается карнизом. То есть карниз, он специально так проходит, чтобы в интерьере не был виден крепеж штора. А была видна только сама штука. Ну, штура вот она. Но она, как видите, подлиннее не хватит. Масштабировать не надо. Потому что, если будет масштабировать, сходить пропорции. Применяем EditMesh. Берем вертекс и край вот эти вот. Так тоже не надо, естественно. Включаем Soft Selection, то есть мягкое выделение. Мягкое выделение позволяет захватить какую-то зону таким плавным намагничиванием. И он теперь эту зону просто вот так мягко растянет. Оп. Оп. Супер. UV-координаты тоже при этом мягко тянутся. То есть там не будет повреждена текстура. Она будет тоже подтянута немножечко. Так, но я только хочу поменять материал из штора. Загружу материал из штора. Вот, что творится. Бетмапы какие-то. Которые он не может найти. А теперь нашел. Такой-то глюк у меня. Ладно, будем читать. Не страшно. Так, а что здесь у нас? А, я знаю почему. Я до сих пор не сохранил проект. Вот я был в лес. Почему он не может найти бетмапу? Он не знает, в какой папке их искать. Я до сих пор так и не удослужился нажать файл Save As. Вот я нажму Save As, укажу папочку. Назову ее папочку Room. Ну, мою. Вот проект назову. И сохраню папку, где все эти бетмапы у меня валяются. Все, теперь он их будет видеть отлично. И можно воздать папку. Я сюда. Обычно в начале прям сразу файл Save нажимаю. А сейчас забыл делать. Он не бывает. Удивляюсь, почему он как не видит. Так. Ну, здесь вот все хорошо. Хотя посветлее я бы сделал. Я бы сделал чуть посветлее. Опять через колокорректор. Где-то, наверное, на... Один и три. Да. И штора должна просвечиваться насквозь. Чтобы свет проходил через нее. Значит, вот тут прям были такие светлые пятки. Это делает специальный материал Two-Side. Я вот беру материал штора и заменяю на материал V-Ray Two-Side. Он обеспечивает пробивание светом на вылет. И ставлю силу прожигания на вылет очень слабенько. По умолчанию 128 я делаю чуть-чуть совсем. Вот так что. Так. Ну и заканчивая работу с окном. Помните, у меня там была батарея... Была батарея оттопления парового радиатора. Вот она. Развернем ее вот так. Переладим аккуратно на место. Ну и, естественно, не хватило длины. Но мы уже знаем, что все решается editmash модификатором. Один из самых лучших вообще модификаторов во всем 3D Max. Очень облегчает жизнь. Будешь применяться между какой-то? Какая интересная новость. Что не так? Это группа. Ну, это группа, да? Какая разница? Глупотельная группа. Как раз editmash-то и хорош, что он и группу применяет. Санта была временная, что за это временное помутнение сознания 3D Max. Естественно, все готово назначаться и применяться. И я растяну радиатор на всю ширину этого проема. Кстати, говорят, сомневаюсь, что он действительно такой широкий должен быть. Ну, скорее всего, он что-нибудь поуже. Как-нибудь вот так, наверное, должен быть. Если не еще. Ладно, как бы там ни было, мне материал у него надо проверить. Потому что я хочу материал светлый такой. А он сейчас, можно знать, какой он. Поэтому я загружу опять материал сюда с объекта, с выделенного. Ага, вот он. Полированная сталь. Ну, совсем не так. Проще свой новый сделать. Даже не буду пытаться эти материалы использовать. Просто возьму свой материал. И сделаю что-то типа светлого крашеного алюминия. И без затей прям весь радиатор этим материалом подпишу. Не хочу, чтобы там хромированный болтался. Так, надо бы чекнуть, что получилось, посмотреть. Осталось то, в общем, уже последнее завершающее усилие приложить. Хотел здесь все здорово просвечиваться. То есть засветы на сцене, но это сейчас будет. Есть такая система, наверное, как вы знаете, называется V-Ray RT, которая позволяет в реальное время контролировать материал и свет. Я ее еще активирую на минуточку. Давай, родной. Вот, она включилась. Немножко подтупливает. Ну, а теперь, если я буду двигать солнце, RT мне с легкостью покажет, как свет меняется. И пониже опустить. Лосковато. Это желтовое слишком. Ну, ладно, сойдет. Вот это мне нравится, на самом деле. Сейчас вот. Я что, потом баланс белый подправил. По-моему, отлично. Как раз по этой панели пойдет потолочная. Может быть, даже еще немного в эту сторону. Нет. Было намного более. Ладно, через V-Ray RT можно бесконечно экспериментировать. Вроде неплохо. Так, ну что, осталось импортировать последние какие-то детали сюда. В частности, он кроват. Хороший кроват. Встает кровноводая немножечко. Уменьшил. Потому что вот у нас возьмем кровать. Вот. Но здесь видно, что нижний край подкачал. Я ее чуть-чуть подожму сейчас. Но опять, как ее подожму? Проделаю детмеш. Видя сбоку вот так вот выделю. Край. Могу вот так. Прямо самый-самый край. Включу soft selection. Так что вот такой получился захват. И вот я могу его подвигать. Что-то не хочет двигаться, дорогой друг. Что-то смещает. Смещает то, что много деталей. Бывает. Вот как-то так я их подвину. Посильнее soft selection. Смещает. Вот это вот на сюда. Все хорошо. Кровать явно на своем месте. Спиночка. Спиночку, да, подкачала. Ну. Пускай подушки даже торчат. Так. Свет. Осталось чуть-чуть. Осталась главная люстра. Mainland. Она останется или медиа-локанс? Останется. Можно спрятаться с крова, чтобы не мешало под разметку. Вот стоит лампа здесь. И под потолочек ее вырвать автоматически выравниваем. Y. Максимум-максимум. Максимум-минь. Максимум-минь. Маленькие настольные лампы с играми. Мерджет можно вот так. Можно прямо открывать проводник. Брать папку и из него таскать файлы. Если по какой-то причине он так удобнее. Можно прямо переносить отсюда. Что-то у меня осталось еще. Table-lamp осталось вот так. Просто принесли, нажали, нет, часа она принеслась. After name. Кис-кис. По высоте. Это уже скучноватый процесс такой. Почему он не отравнял? Хотел бы знать. Оттверждать, что есть какие-то лишние объекты. Например. Оригинально. Понятно. Бывает. Извините. Очень странный глюк. Собственный глюк. менеджер. Вот теперь. Все. В общем-то. Сейчас еще чуть-чуть доделаю. Потом я запущу арендер. Ну как? Там еще нужно настроить вирей. Для того, чтобы он финальный визуализировал. И обещал 90 минут. Обещали. Пошли. Ну и такая вот изюминка вишенка на торте, как говорится. Букет с цветочками. Куда же без них. Практически все. Настройки визуализация финальная. Переключимся на продакшн. Ну, размер картинки я сделаю немножко побольше. У вире отключим ограничения по времени рендеринга. Качество рендера сделаем выше. Качество просчета света сделаем выше. Тут больше ничего не надо. В глобальном освещении. Расчет через Radeus Map. Дополнительные фальшивые тени. Меньше насыщенность. Качество расчета основного света меньше. Так много не надо. Можно так сказать. Так, слайд кэшем. Ну, как я люблю, я его настройку сам себе. Все. Конечно, в отличие от Corona, вероятно, требует больше настройки. Ну, и добавлю я механизм подавления шума. Денойзер так называемый. Мощнейшая вещь при правильном использовании. Подавляет шум после рендера. Позволяет очень хорошо зачистить картинку. Очень важно отключить к нему ускорение видеокарты. Довольно слабый момент. А некоторая карточка умудряется повесить. Ну, что же. Если я ничего не забыл. А вроде бы я ничего не забыл. Можно запускать просчет. И пока он просчет идет. Можно спокойно заниматься просто выработкой цветокоррекцией. Общий расчет, да. Если окажется, что интерьер ценноват, есть такой простой фокус. Прибавить яркости света. Только надо прибавлять яркость не солнцу. Солнце яркость прибавляет так, что затеряю. Оно будет поджигать еще сильнее стену. Если извините. У него можно регулярно просто выработать. Галочка. Вот если справа. То, что мне нужно больше яркости. Я возьму портал за окном. И поставлю ему множитель. Так называемый эффект диффуз. У него нет понятия мультиплайер. Есть понятие эффект диффуз. Это и есть мультиплайер для диффузного освещения. То есть для мягкого освещения. Поставлю дворчик. Это как бы не очень честно. То есть получается мы вдвое умножили яркость неба светящего в интерьер. Но весьма эффективно в том плане, что без каких-то засветов и пятен таких, как мы сжимаем. То есть все пятна сейчас они от солнца. Вот. Сейчас все считается. Вот пятна эти как бы меня тревожат. Но вызвав цветокоррекцию, теперь экспозицию мне уже не надо менять. Там и так портал вдвое ярче работает. Там можно 6 тысяч поставить. Поэтому да, вначале ты понимаешь, что сейчас придется подождать. Особенно на сложных удобностях. Особенно учить то, что я включил так называемые плюжники из специальной тени. Но зато дальше все идет значительно бодрее. Осталось уже немножечко. Можно было дополнительно вот тут светильнички поставить. Внутри этих лампочек. Тогда бы я использовал источники света, вот эти вот веревские, сферические. Но надо понимать, что если делать их по-честному, эти светильники, включенные эти лампочки, видимо, вообще практически не будут. И солнце направляет в другую сторону. Вот эти, которые сейчас у меня на стене ложатся. Почти готово. И сейчас уже на первом пасе мы сможем с вами... Пока мы с вами там беседуем. Ну и потом оставлю рендер и чувствую. 10 минут на рендер интерьера. Тут я бы выделил хотя бы полчаса, а лучше час. На полноценную картинку. Ну, для нашего упражнения нормально. Заканчивать просчеты радиансмэпа. Вот пошел основной просчет. Да, действительно белый. Кажется вообще на руку сожженным. Ну, для этого и есть хайлайт-берн. Понижая хайлайт-берн, ее обирают за светом. Вот есть за светом, нет за светом. Его, конечно, не надо скручивать до нулей. Потому что очень сильно... Но приятные желтые пятна солнечного света. Притом... Вот надо было кровать чуть-чуть поменьше сделать. Или камеру чуть пониже опустить. Мне не нравится то, что кровать вот эта вот, она, скажем так, не дает увидеть границу пола ниже кровати. Поэтому я рендер остановлю, пока не пользуюсь. Ну вот. Качество света могу понизить до low, чтобы нам не ждать долго. То есть поставлю свет, профиль низкий. Казалось бы, это ужасно. Да, ничего особо ужасного. Нет, сейчас вполне подойдет. Вот. И опущу пониже камеру, как я и хотел. Вот так вот. Отлично. Вот такой ракурс мне нравится куда больше. То, что я поставил пресет low, позволяет мне почти втрое быстрее посчитать свет. Почему я особо не волнуюсь за его качество, потому что пресет ужасный. А там стоят самые псевдотеиные большие, так называемые оклюжные. Поэтому он худобедно тенюшки нарисует. А в классике вот именно благодаря оклюжным нарисовываются все эти детали. Вот на этих филеночках, профилечках, всяких плентусочках, карнизиках. Уважаемые друзья, пускай у меня порендерится чуть-чуть. И вот как раз самое. Есть какие-то вопросы у вас. Есть. А, скажите, а можно вам писать вопросы на фото? О, даже поскать. Он его доп.мьюзик. Он сейчас очень тормозит и зарядный. Вот, пожалуйста. И тут есть всякие замечательные. Также вы можете зайти на YouTube, на мой канал. Там все это тоже есть. Ну, а здесь, как видите, уже пошел рендеринг. И я вот вижу картинку. Хочется мне немножко посветить. Вот пол, мне нравится. Очень легко пользоваться. Ну, вот, по-моему, шикарно. Конечно, стилу шума просто зверская. Если мы порендерим хотя бы до 50-го пасса, ну, лучше, конечно, до 100-го, а лучше до 100-го. Это отнимет, ну, сколько там. Потом мы сможем использовать деноизер. То есть систему подавления шума. Она сотрет шум вообще ничего не остается. Даже вспоминает. Потрясающая штука. Вот, у V-Ray, кстати, из тех деноизеров, что я видел, самый лучший. Он меньше всего повреждает картинку и лучше всего оказывает эффект. Сейчас я покажу, как он срабатывает. Другое дело, что я, конечно, не буду ждать слишком долго. У меня есть отрендеренная картинка. Это высокое размещение. Нет частных мерендеров. Вот могу вам ее показать и сходить. Вот этот вебинар я выложу все это наверняка. И, возможно, даже выложу ссылку вот на эту папку с исходными материалами, чтобы вы могли взять эти исходники. Я с вас буду живым. И просто стоит за мной шаг за шагу все упражнения. Возможно, это вам будет интересно. Потому что, ну, возможно, у кого-то просто нету чатежей, нет текстур, чтобы тренироваться здесь. Не так много всего, но как раз сколько надо, чтобы попробовать свои силы. Верею, конечно, очень хорошо удается рендерить все эти вещи. Материал паркета красивый. Обратите внимание, насколько сильно карта Color Corrector изменила его оттенок. Вот можно вопрос как раз про Color Corrector? А если материал-эдитер старого образца, как ей пользуется? Так же нужно нажимать и заменить карту. А вы не могли бы это потом постирать? Сейчас нет. Есть только потом. Мне это не сложно, но прямо сейчас не могу. Можно, кстати говоря, кривую подправить. То есть, если у вас именно в темных участках проваливается яркость, можете открыть кривые. Вот они. И просто эту кривую чуть приподнять. Вот так вот. Чтобы темная зона подняла яркость, а светлая осталась как бы. Вот без кривой, вот с кривой. Все эти механизмы очень удобны тем, что они работают в истинном 32-битном цвете. Это, грубо говоря, далеко не то же самое, что потом Photoshop как бы не будет. Потому что здесь куда большая вариативность оттенков, которые он может вытаскивать, если что называется, из-за пазух, выдавая вам распоряжение, чем в Photoshop, где все оттенки обрезаны до 8-бит, и их изменения, возможно, так в пределах уже имеющихся заранее. Ну что же, друзья мои. Сейчас я вынужден что сделать? Мне это не очень нравится, затея, но придется так поступить. Придется мне рендер остановить. И, конечно, сильный шум. Как его дожать? Я его сейчас дожму. Но это будет стоить мне, скорее всего, потери четкости тексту, которой там, в принципе, и так нет. И поскольку я добавил деноизер, вот, я нахожу кнопку апдейт нажимаю. Это означает обработать изображение, очистить шум. Как видите, деноизер запускает обратный отсчет. Сколько еще осталось ждать? Опеньки. Так, и где результат? Я чуть не вижу. Все дело в том, что есть разные так называемые элементы рендера. RGB color – это основной элемент. Там никакого деноизера не будет. И есть дополнительный элемент, так и называется деноизер. Переключитесь на него. И вот картинка очищена шума. А можете увеличить, как это пишется? Заметьте. Деноизер так пишется. Но потом посмотрите, и любят урок. Все, по шагам, восстановятся. Обратите внимание, насколько велика разница. Вот обычный RGB без деноизера. Вот с деноизером. То есть шума просто будет. Вот паркет. RGB. Весь в точек. Вот деноизер. К сожалению, деноизер, срабатывая, добавляет мутность в изображение. Но он тем более срабатывает щадящий и аккуратнее, чем больше пасов у вас прошло. То есть если пасов будет там где-то 150-200, он просто дочистит шум на белых участках вот этих. А сказать, с белых участков шум по-другому брать очень сложно. А деноизер это сделает донорейно. Но он нигде ничего не повредит. Все будет отлично с операцией стали. Гениальная штука. В то время встоков последний год собираем. Ну, если говорить... Да, 3.4. Если говорить о том, как эта картинка может выглядеть, если порендерить ее по основателю. Вот, сейчас найду, покажу. Вот мой вариант, который я рендерил где-то в 300 пасов. Это отняло часа полтора. Вот. Это выглядит вот так вот. Заметьте, четкость очень хорошая в линке. Но я деноизер, кстати говоря, здесь совсем чуть использую. То есть шум все равно довольно приличный. Ну, вот пол такой получается. Возможно, я здесь использовал чуть другие настройки цветокоррекции, но такой темный пол сделал. И я все равно это сделал даже. Кажем на угар, каждая пасовая. Как ей больше нравится. Ну что же, друзья мои. Немножко разные картинки получились. Потому что здесь я баланс белого скрятил. То есть у меня вот там баланс белого был вот такой, на более теплой. А здесь я был сделан белого сделан на более холодный цвет. Удобный настройка, конечно. Вообще, все, что касается пост-обработки в современных рендерах, отлично продумано. Что в V-Ray, что в короне. В короне попроще, V-Ray посложнее. Ну и там, и там одинаково эффективно. Витя, а скажите, пожалуйста, для 3D Max 2016-го V-Ray 3.4 подходит? Да, подходит. Еще так. А в 2016-го V-Ray 3D Max пока не вышел. В смысле не вышел. Вышел давно уже, V-Ray вышел. А, уже есть, да? Кроме вышел. Естественно. Покупаем за 80 тысяч рублей. Все есть. Если у меня какие-то альтернативные варианты будет, то нет. Ну что же, дорогие друзья, на этом я заканчиваю демонстрацию. Как и обещал, за 90 минут я отлично уважился. Вот. Надеюсь, вам понравился этот пример. Скоро вы сможете пересмотреть его заново на YouTube. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад на них ответить. Кто же ошибся на Essentially? Ford? Кто же. Кто же. Естественно, я всем.